Если найдутся специалисты, которые хотят изучить, то что изучаю я как любитель, даже не полупрофессионал, любитель, но с замашками большими и с желанием разобраться в эволюции. У нас ведь двое с Курдемовым, которые интересуют эту тему. Есть еще другие, но я их не знаю. А вот с Курдемовым у нас зашел спор, что это Сибирка, которая оккультурилась, как считает Железов, потому что рядом культурные сады, явление телегонии для меня это не пустой звук. Или одичавшая ранетка. Причем оба в своих диспутах, в наших диалогах мы применяли каждые свои доводы. И в результате получилось, и то, и то имеют право на существование. Отсюда появилась вот эта фотография, которую вы сейчас видите на экране. Вот я собрал разные образцы и демонстрирую вам. А сейчас знаете, что мы делаем? Мы с вами идем искать так называемые саженцы этой Сибирки. Те, которые вы уже видели, мы используем для дальнейшей прививки на них крупноплодных яблони, вплоть до самых роскошных. Причем, если у нас и бывали затруднения с биологической совместимостью, то только с колоновитками. Там где-то 50 на 50. А здесь, учитывая, что мы берем не дикие Сибирки, вот так уж получилось, что опять я подошел к дереву, где Сибирка абсолютно дикая. Полюбуйтесь. Вот. И скажите, что здесь чавшая ранетка. Я не знаю. И Курдема уважаю с его уникальным опытом. И глаза свои показывают, что здесь растет все разнообразие. То ли дичали одни, то ли оккультуривались другие. Ну, хорошо. Давайте посмотрели мы, да? А теперь что получается? Вроде бы самое дикое. Вроде бы по Мичурину на нее ничего не должно было бы приживаться. А вот, ага, вот сразу же нам попалось. Вот она, вот она, вот она. Как ее вам показать-то? В общем, вот это вот и саженец Сибирки. Ему примерно 3 года. Вот. Давайте еще посмотрим. Вот. Какая колючая. Вот еще один, смотрите. Вот он. Но они как бы не очень красивые. Показать бы такой аккуратненько-аккуратненько. Вот еще есть, но поменьше. Вот такие мы выкапываем. Вот смотрите на него. Вот он, вот он, вот он. Сейчас подальше отойду. Вот он более ровненький. Ему примерно 2 года. Вот он-то идет у нас. Вот такой мы выкапываем. И отсюда я выкапывал не одну сотню. Прямо с берега. И прямо попадал к нам питомник. Прививали за столом. Или прививали, садил я осенью, а весной прививал. На коленях. Так даже лучше, лучше. С рощения прерываемость лучше. Так. Вот еще одна Сибирка. Видите, какие мы богатые? Вот она. Это примерно трехлетка. Ну, ее тоже, знаете, когда прививаешь в трехлетке, то почти наверняка сразу закладывается в той слипочке. Очень удобная вещь. Именно прививаешь в пень, в рассеп, два. Вставляем два этих самых. Может быть, даже покажу на фотографии. Вот примерно четырехлетка. И такие я брал. Тоже прививка в пень, в рассеп, в самом низу. Для чего? На второй-третий год уже плодики. Вот когда вернемся в сад, вот, если мне хватит тут, как это, о, какие хорошенькие. Смотрите, вот. Вот еще одна. Вот она такая ровненькая, отлично. Примерно раз, два, трех или четырехлетка. Вот такое основание. Для этих, мы берем максимум двухлетки, для коммерческих, для будущего выращивания и продажи саженцев. А вот эта вот, такая вот, она сразу закладывает, цветочные почки. Если не первый год, то во второй, это точно.